В координационном совещании приняли участие представители всех служб и органов власти, которые будут задействованы в предоставлении административных и социальных услуг жителям области. Харьков уже вошёл в топ-5 городов Украины, где в этом направлении ввели новые европейские подходы. С начала года в областном центре открылись два ЦПАУ. Теперь в регионе готовят к работе новый крупный центр, которому, по словам председателя облгосадминистрации Юлии Светличной, нет аналога в Украине. Самая мощная и наиболее системная структура будет предоставлять почти 450 услуг. Департамент Харьковской областной державной администрации, послуги местной рады, а также ещё несколько административных и социальных послуг, которые комплексно будут надаваться в одном месте. Планируется, что в региональном центре площадью в почти 6 тысяч квадратных метров будут рассматривать около 2000 обращений в день. Глава области подчеркнула, чтобы все услуги предоставлялись качественно, быстро и в комфортных для людей условиях, необходима чёткая координация действий всех органов и служб. Можу вам сказать, что этот центр будет использоваться попытом. Моженцы города и области придут к этому центру, чтобы получать качественные услуги. Прошу вас, рассчитывайте количество сотрудников, которые будут надавать эти услуги, за каждым из отдельных направлений, закрепить этих людей за рабочими местами и в разе необходимости сближать их количество. Не может быть черв и не может быть невдоволенных людей. Во время совещания последние данные о ходе строительных и организационных работ Юлии Светличной предоставили городские власти и профильные департаменты. Так, свыше 180 услуг центра будут носить социальный характер. 24 касаются пенсионной сферы, 10 – регистрации актов гражданского состояния. Кроме того, предусмотрена выдача загранпаспортов и айдекарт, предоставление разрешительных документов, а также ряд эксклюзивных услуг. Державная миграционная служба будет надавать процедурные послуги иноземцам. Это вид на темчасовое или постоянное проживание, консультации всем категориям. А в молодежном окне специалисты зарегистрируют брак, рожденного ребенка, возьмут на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и так далее. По оценке советника главы администрации президента Украины по вопросам реформ, экс-замминистра юстиции Грузии Георгия Вашадзе, Харьковский региональный центр предоставления админуслуг станет образцом для строительства таких объектов по всей Украине. Эффективность очень высокая, потому что я бывал во многих странах, где мы тоже предлагали это все делать, и там очень долго это идет. К сожалению, в некоторых регионах Украины тоже. Но в этом случае Харьков взяла на себя инициативу. Я думаю, что это очень красиво и очень хорошо, что так быстро идет. И я думаю, что лично губернатор, хорошо, что лично она сама занимается этим делом, чтобы быстро принимались решения на месте, чтобы все разные структурные единицы, которые должны быть задействованы, они быстро решали это все. Работать региональный центр на проспекте трактора строителей будет шесть дней в неделю без перерыва. Для удобства харьковчан и жителей области добавят прямые маршруты общественного транспорта от станции метро и автовокзала. Откроется центр админуслуг осенью этого года.